Всем форматом мероприятия, которое здесь существует уже не первый раз, это реальная возможность представителям правительства, частных и государственных компаний Индии и иностранных компаний-участников обсудить очень быстро и четко все вопросы. Это, мне кажется, очень хороший путь для наращивания темпов и результатов. Я очень рада, что в этом событии представители государственного и общественного и общественного сообщества и другие сотрудники могут встретиться и поговорить в деталях все вопросы, которые будут решены и энергизировать весь процесс. Ну и, конечно, в пользуясь моментом, хотел бы рассказать наш опыт, опыт Российской Федерации и всех предприятий, которые работают и которые курируют Рособоронэкспорт, по реализации проектов в Индии. Прежде всего, российско-индийский проект авиационной промышленности является примером успешного сотрудничества России и Индии, и российская сторона этим гордится. Первое, 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 то, что мы видим, что на этом слайде очень четко видно, что наше сотрудничество уходит корнями еще в 60-е годы прошлого века. Это тот период времени, когда индийская авиационная промышленность освоила производство самолетов-симистов МиГ-21. Я хочу напомнить, что этот истребитель был основным для авиации Российской Федерации и Индии и отлично зарекомендовался в многолетней эксплуатации по всему миру. Более того, эта платформа стала основой для большого количества модернизаций. И по моему убеждению, вот эта глубина освоения индийской промышленностью производства этих самолетов и их двигателей, и авионики, стала основой его эффективной эксплуатации в ВВС Индии на долгие годы. И, в моем мнении, глубокий уровень локализации, который был масштаблен из индийской индустрии, стала основой для эффективной операции этого авиации по индийской авиации. И логичным продолжением тематики МиГ-21 стала организация лицензионного производства самолета МиГ-27М. Это было в далеком 1982 году, но я полагаю, что многие коллеги в этом зале знают и помнят. В целом, проекты этих двух типов летательных аппаратов, они стали проектами развития для многих и многих предприятий Индии, включая, конечно, корпорацию HALP. Я напомню, что завод в городе Карапути был создан для производства двигателей R-11 для МиГ-21, а история завода в Насике в целом очень тесно связана с производством российских самолетов. И очень интересная мысль пришла мне сейчас в голову, вот наши предшественники еще 50 лет назад на самом деле занимались проектами «Мейки Индия», просто я не знаю этого слова. И конечно же, коллеги, опыт приобретенный при производстве этих машин стал фундаментом для дальнейших проектов, о которых я тоже бы хотел рассказать. И вот эти опыты, которые я получил при производстве этого проекта, стал фундаментом для дальнейших проектов, которые я бы хотел рассказать вам сейчас. Продолжение следует...